В просторном двухэтажном здании в центре Шумкента расположился один из домов для мам. Сегодня здесь живут 15 женщин с детьми. Мама Алия возится с тестом на кухне. За приятными хлопотами девушке удается ненадолго отвлечься от грустных мыслей. Ее повторный брак оказался неудачным. Муж регулярно избивал ребенка Алии от первого брака. Не вытерпев домашней тирании, и она ушла от деспота. Тогда молодая мама еще не знала, что беременна вторым ребенком. Его Алия твердо решила воспитать самостоятельно. Все женщины в доме мамы живут на средства спонсоров. Неравнодушные бизнесмены обеспечивают их продуктами, одеждой и необходимыми лекарствами. У каждой из проживающих здесь мам своя печальная история. Большинство девушек попадают сюда без единого документа на руках. У нас же все по закону и все документировано. С нами каждая подопечная подписывает договор про правила проживания, конфиденциальности. А приходят они, естественно, со справками, медицинскими справками. Обязательно это должна быть справка несудимости. Ну и свои личные документы, свидетельство рождения, либо это удостоверение. А если нет таких документов, такие тоже бывают. То мы их просто восстанавливаем. Это наша работа. Молодые беременные женщины тяжело переживают негативное отношение родственников и отказ отца от ребенка. В кризисном центре для таких матерей оказывается юридическая, психологическая и медицинская помощь. Штатная медсестра следит за здоровьем мам и их детей. Психолог старается наладить связь молодых мам с родственниками и мужьями отчаявшихся девушек. Мы и психолог, и я, мы разговариваем с девочками, чтобы они не теряли отношения с родными, с родителями, которые как раз таки отказались от них. Это с отцами, со своих детей. Многие хотели поставить себе статус матери-одиночки, но просто продолжительных бесед. Они как-то начали коммуникацию со своими отцами своих детей. Многие, они как-то повернулись. Максимальный срок, который женщина может прожить в доме мамы – полтора года. После ей помогают с трудоустройством и жильем. У общественного фонда «Дом мамы» в Шемкенте есть два здания. Первое здание было открыто около четырех лет назад. Сейчас здесь проживают больше десяти матерей и их детей, нуждающихся в помощи. Во втором доме мамы, который начал функционировать в 2015 году, находятся 15 детей и 15 матерей. Найти подробную информацию и контакты работников домов мамы можно на одноимённом сайте – доммамы.кз.